Какие эмоции останутся от этих сборов? Ну, эмоции останутся положительные. Я считаю, мы достаточно неплохо провели сборы. Постоянно общаемся с тренерским штабом. Они доносят до нас важные вещи. Говорят, что они тоже довольны сборами, как мы провели работу. Поэтому я считаю, что мы заложили неплохой фундамент. Даже не то, что неплохой, а достаточно хороший. Поэтому и на этом фоне сами эмоции положительные. Думал перед началом сборов, что целый месяц пройдет на таком хорошем эмоциональном фоне? Ну, для меня, честно сказать, в Перуе, наверное, такие сборы, где команда целый месяц на сборах. Но я считаю, что мы их провели достаточно хорошо. И вся команда жива в таком графике достаточно жестком. И это нас сплотило еще больше. Я считаю, на фоне пандемии пришлось так провести сборы, провели. Поэтому я считаю, что нормально все. Какой спарринг понравился больше всего? Ну, на сборах, наверное, все спарринги, я думаю, были хорошие. И они заключаются на фоне тяжелых тренировок, все спарринги. Поэтому любой спарринг, он и тяжелый, и хороший. Я считаю то, что мы достаточно неплохо провели все игры. Я бы не стал выделять какую-то одну команду, потому что мы во всех играх смотрели достаточно неплохо. Словом, турецкие сборы добавили оптимизма, и сочинские нужно провести настолько же уверенно? Ну, сборы всегда надо проводить уверенно. Дальше, что будем делать в Сочи, нам подскажет тренерский штаб. Будем продолжать набирать кондиции к началу чемпионата.